Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, давайте продолжать с вами проходить игру Хастл Кастл. Так, мудрец мне говорит, что у меня есть неоткрытый сундук, но в принципе я и без него это знаю. Так, что у меня с бойцами? Первый получил 50 уровень, а второй 49. Ну что же, это очень хорошо, ребята. И, как видите, казначеи по 16 уровню получили. Плотник получает 9. Так, давайте манну заберем. Повара растут. Это очень хорошо. Так же, как и алхимики. Так, с деньгами у нас полмиллиона. Это радует уже. Так, ну что, 6 минут у нас, ребята, до изготовления оружия осталось. Итого у нас Владимир 4 звезды получает. Это меня тоже более-менее радует. Ну что же, ребята, спасибо за подарки. И сейчас я вам отправлю взамен, естественно. Давайте приступим, как говорится, рулетку запустим наугад. И первый у нас будет кто? Валерий. Валерка, держи. Следующий у нас будет Декхет. Ну, в принципе, неплохо назывался. Владимир. Ну что же, Владимир, держи. Так, Алексеюшка. Кто у нас там 4 будет? Олег. Олег Афанасьев. Так, далее у нас Алексей Владимирович. И Кирилл Иванов. Так, осталось трое претендентов. Это Игорь у нас. И кто следующий будет? Андрей Гусев. Так, ну что, ребята, последний остался. Это Костя Панда. Ну что же, ребята. Все, я отправил вам подарки. У меня 7 сундуков. И я думаю, что самое время их вскрыть. Давайте присыпаем, ребята. Так, все здесь забрал. Смотрим, что из них выпадет. Первый пошел с ресурсами, как обычно. Второй у нас опять ресурсы. Ладно. Они, в принципе, всегда нужны. Так что без них нам никуда. Ну да, сегодня, ребята, какой-то неудачный у меня, видимо, день. Ага, все-таки фортануло, ребята. Выпал посох на 48 уровень для мага. Это уже радует. Так, а здесь у нас, ну, здесь ресурс, как обычно. И в этом у нас сундучки выпадают. Ага, броня. Ну что же, на 48 уровень довольно неплохо, ребята. Все, на этом у нас закончились сундуки. И у нас, в принципе, здесь все закончилось. Так, с яблоками, как обычно, у нас проблема. Так, надо, наверное, ребята глянуть, что у нас там на карте. Есть ли у нас орки. И если есть, устроить аркофон. Так, Никита, что бы мне тебе сделать? Ты у меня алхимик 20 уровня. Давайте вот это, наверное, ребята, разбирать все. Оно нам не нужно, только захламляет. Инвентарь, как всегда. Почистим ряды. Я думаю, что ножички, наверное, не эти. Хотя, почему? Давайте эти уничтожим. И, наверное, с вами разберем... Да, вот эти вот броньки. Я ими сейчас не пользуюсь. И они уже, честно говоря, устарели. Так что, не жалко. Ну что же, продолжаем смотреть, что можно разобрать. Я думаю, что вот эту броню вполне... Так, отлично. Эту, наверное, пока не стоит. Ну и эту тоже. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас там, наверное, ниже есть. Наверняка что-то есть послабже, да? Ага, вот как я и говорил. Вот эту можно разбирать вполне. Что у нас тут еще имеется? Давайте глянем. Рубанки, топоры. Кстати, да. Надо мне алхимику поставить. Вот этот амулетик. Точнее, жерелье. Ну и, наверное, колечко. А почему бы и нет? Он у меня все-таки 20 уровня. Пускай носит себе на здоровье. Все вроде бы, да, ребята? Это, как говорится, по максимуму. Так, 490. И костюмчик остался. Но для него нет подходящего. Можно, в принципе, посмотреть, где у меня алхимики. И из слабенького снять все и перекинуть на этого, да? Ну что вы, посмотрите сами. 12 уровня он у меня. В принципе, слабенький получается. Давай, браток, снимай все с себя. Так, где? Нет, не Альбина. Мне нужна... Вот, Никитка мне нужен. Так, надевай броню. Ну и, в принципе, можно, наверное, отправляться. 1990 единиц в час он будет мне приносить манны. Так, давай перемещайся. Вот здесь тебе будет самое место. А ты пойдешь у меня подучиваться. Неплохой, я думаю, был обмен. Кто-то у меня крыса. Опять она тут у меня на золотишко покусилась. Ребята, одна минута, практически две минуты осталось. И у нас будет скрафчено оружие. Я не знаю, что там у нас будет, что получится. Но хотелось бы, наконец-то, чтобы все было в порядке. Да, жаль, конечно, что у нас нету орков. Печально. Я думал, сейчас пофармим. Давайте вот с этого начнем, наверное. 126 тысяч мощей у него и два фиола. Так, это у нас маг. Воин. Ну, меч, как у меня практически был. Сфера. Ну, так себе. Воскрешает. Ну, да, ресторичек. И лучник. На 53 уровне лук. А здесь... Ага, хил. Причем без колец, без амулетов. Ну, я не знаю. Давайте, ребята, попробуем, что у меня из этого получится. Сейчас покажет этот поединок. Ай-яй-яй-яй-яй. Ёлки ты, палки. Как быстро у меня упал воин. Как видите, я вместо ножей поставил булаву. И думаю, что это было с моей стороны очень глупо. Да. Разбомбил. Даже усом не повел. Ну, что ж. Минус 24 очка пвп. Черт подери. Ну, никак не думал. С одной стороны, это просто, ребята, обидно, когда человек с более сильными, как сказать, игроками, персонажами проигрывает более слабому. Но, тем не менее, ничего не поделаешь. Давайте тогда менять ей броню. Раз она у меня практически полноценный воин. Пускай она будет у меня в тяже с булавой. Больше я ничего пока ей предложить не могу. Ладно, ждем, пока она у меня отхилится. Так, в этот момент мы все здесь с вами собираем. И остаются считанные секунды, ребята. И у меня крафтится оружие. Посмотрим, что у меня получится из этого. Отлично. Давайте смотреть. Ага. Сфера, магия небес. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посмотрим-ка ее. Где она у меня здесь? Так, нет. Это не та, ребята. Это старая моя сфера секрет титанов. А вот у меня эпическая. Сила магии. 41 уровень. Блин, восстанавливает союзнику. Ой, ребята, я очень и очень недоволен. Черт подери. Ну как так, а? 41 уровень. Да еще для хила. И плюс отхил такой слабенький. Давайте еще одно. Зарядим уже редкое. Пускай что-нибудь, надеюсь, на этот раз хорошее. Я, если честно говоря, не вижу никакого толка от этих алхимиков. Что они там стоят, что их нету, все равно получается какой-то бред. Да, не хватает у меня осколков, ребята, на броник. Я не знаю, стоит ли разбирать шмотки для этого или нет. Или все-таки для начала повысить уровень. Что оружейки, что заводу по изготовлению брони, чтобы уже делалась броня на 40... Точнее, от 40 до 50 уровня. Или там даже лучше идет, от 50 до 60 уровня. Вот так, по-моему, будет на следующем апе. Ой, ладно. Ну, надо как-то, я не знаю даже, то ли ее использовать, то ли хрен его знает. Ну, разбирать-то мне ее жалко. Так. Поставить ему эту сферу. А есть ли толка от этого, ребята, а? Здесь все-таки отхил идет намного лучше, чем в этой. Но зато она на 41 уровень. Все-таки у нее тут сила магии идет. Дополнительный плюс крит. Всего лишь 8, правда, но... Дополнительные статы все-таки есть. Так, ну что же, продолжаем, продолжаем, ребята, играть, смотреть, разведывать. Так, давайте бревнышки заберем. Так, ты у меня 14 уровня. Все там дуркуешь, сидишь, да? Эти у меня тоже тут стоят. Их даже никуда не послать. Целая орда свободных рук, которых я не могу никуда привлечь. Жаль, конечно. Так, ну что, родная, ты у меня отхилилась. Да, ребята, вот такая бронька у меня вышла в тот раз. Вот, смотрите, редкая броня. Да, тоже слабенькая, тоже никудышная, но, тем не менее, пришлось ее поставить. Да, этот броник на 49 уровень. Они все у меня идут на 49-48. Надо, наверное, с этой девочкой что-то делать. Эта, кстати, девочка, как вы видите, моя краса. И у нее 3 звезды. Я думаю, скоро ей придется нас покинуть. Вообще покинуть. В плане, я ее выгоню. Большой, очень большой вклад она сделала мне в моей игре, в нашей жизни. Но, как говорится, ничего не поделаешь. Ну что же, давайте тогда кого-нибудь сейчас отправим с вами лечиться. Качаться, развиваться. Потому что так мы далеко с вами не уйдем. 42 уровни. Там уже на нас прут полтинники. Причем, сплошь и рядом. И мы с вами не сможем просто так от них отбиться. Так, давайте-ка. Может быть, все-таки... Так, ну ты у меня полтинник. Давайте знать, что сделаем. Из него нам надо делать, по идее, воина. Так. Так, хороша бронечка. Ничего не скажешь. И теперь давайте ему оружие в руки. 1232, 1238. Ну, меч будет посерьезнее, да? Отлично. Амулетики какие-нибудь у меня есть для него подходящие только. Нет, этот топорик слабоват будет. Так, вот, я вижу колечко. Уворот. Ну что ж, пускай будет уворот. И амулетик остался. Или амулетик, или ожерелье. Ну, я смотрю, у меня вроде бы ничего такого и нету, да? Это сила магии. В принципе, вообще ему не нужна. Ну, по идее, и этот не нужен. Но за неимением чего-то нам приходится выставлять его к себе. Ладно, хорошо, ребята. Вроде бы как укомплектовали мы этого человечка нашего. Ну, а где у нас? А ты, родная, пойдешь у меня сейчас поднимать уровень. Хотя бы до полтинника. Другого выбора я не вижу. Так, да, 49-й. В принципе, зачем я тупил? Вот, надо было снять с нее все. Да, вот эта вот дубинка мне твоя не нужна. Отправить ее на раскачку. А этому персонажу все поставить. Так, вот это колечко на урон. И амулетик. Все, в принципе, я доволен. Сейчас он немножечко дохилится. И мы с вами поставим его обратно в отряд. Так, здесь забираем все, что у нас немножечко успело подкопиться. Яблочки. Ну, и я думаю, пора отправиться на карту. Немножко пофармить. Это мой обидчик, если я не ошибаюсь, да? Который в прошлом бою меня победил. Так, давайте-ка посмотрим. Неужели это он, а? Так, разведочку делаем. Да, это он. И я думаю, ребята, пришла пора мстить. Поехали. Посмотрим, смогу ли я его одолеть на этот раз. Идем практически на равных. Так, заморозочка моя дала, как говорится, им немножко подумать времени. Ёлки-палки, да не может быть. Да ну нафиг. Неужели проиграем опять, а? Нет, этого не может быть, ребята. Черт подери. Как нубас, ёлки-палки. Блин, у него всего лишь два фиолетовых бойца. И такое преимущество он получает, а? Вы представьте, ребята, два пятьдесят пятых или полтинника. И уже обалденное преимущество. Блин, мне нужна такая шмотка. Мне уже надоела вот эта вот краснуха, в которой я сейчас бегаю на данный момент. Так, давайте одевать, короче, тяж. Кто у меня еще? Вот ты, браток, тоже сейчас у меня оденешь тяж. Если я, конечно, найду на тебя подходящую броню, это не подойдет. Вот это самое то. Ребята, я, короче, буду сейчас ему мстить. Что-то меня это так заело, если честно. Прямо где-то аж внутри. Так разрывает прям обида, что не могу успокоиться. В общем, пока я его не завалю, я не успокоюсь. Так, сорок девятый уровень. Ну что же, так, давайте мы делаем так. Сорок второй, наверное, отправляем вот сюда. Сорок девятый мы забираем. С этого, естественно, все сейчас пока снимем. Так, это тебе не... Нет, броня мне не нужна. Вот, амулет тебя снимем. И колечко. Так, эту возвращаем мы в отряд. Так, иди сюда. Ну, а ты, не добежавший у меня, пойдешь раскачиваться. Вот так. Для чего я это сделал, ребята? Элементарно для того, чтобы у меня был отряд как можно более максимально раскачанный. Ну, сильный, так скажем. Так, одевай. Это тоже одевай у ворот 180. И что можно тебе еще из оружия-то? Какое будешь... Подожди, где у меня оружие-то? Ага, вот. Это у нас по области бьет, не подойдет. Наносит врагу 3,5 тоже как-то не особо. Не хочу. Это тоже не будет. Даже не знаю. Давайте вот это попробуем. 3,710. Урона наносит врагу. Так что... Ну, можно, конечно, еще глянуть, что есть. Ну, я думаю, что мы, наверное, остановимся все-таки именно на этом посохе. Так, это у нас воскрешение идет. Да, без рессальщика тоже как-то не ICT, если честно, ребята. Да ведь? Ладно, давайте посмотрим, кому мы можем с вами поставить ресс. 48 уровень. Тут он восстанавливает. Это у нас хилер. Это тоже хилер. А этот... Ну, это понятно. Это боевой маг. И здесь хилер. Что-то слишком дофига у меня этих рессальщиков, да? Вам не кажется так? Надо кого-то сделать. Наверное, может быть, боевым. Так, давайте посмотрим, что можно влепить. Так. Не то. Это не подойдет ко мне. Нет, ну это то же самое. Хотя 2838. Практически на 500 очков больше. Так, это урон. Все у нас по области. Давайте вот так сделаем. Потому что без хила нам никуда, ребята. Если, не дай бог, кто-то упадет, то упадет у нас, как говорится, вся череда смертей. Ладно. Сейчас они у меня отличатся, ребята. И мы опять рванем на него. Да, всю магию я истратил. В прошлый раз придется восстанавливать. Так, ледянка. Кстати, ледянка очень даже неплохая магия. Вы подумайте сами. На 2 секунды я могу тормозить вражеские отряды. Причем все. А если у меня их 3 или 4. Вы представляете, да? 4-8 секунд полное бездействие вражеского отряда. Да его можно в порошок за это время стереть. При хорошем подборе команды. Ну ладно. Это все у нас, как говорится, пока в мечтах. В проектах. Сейчас главное нам дождаться отхила нашего рисорчика. И мы отправимся с вами в бой. Так. Да, вот конечно краса в своем вот в этом вот ничтожном бронике. Честно говоря, меня очень раздражает. Можно ей что-нибудь в 44 уровень? Блин, я даже не знаю. У меня нет для нее, по-моему, ничего подходящего. Все, что было у меня раньше слабенькое, я снес. Разбомбил, стер в порошок, разбил на кристаллы. 49 плюс 1. Блин, может быть эту девчонку вернуть обратно, а? А красу поставить в тренировку? Ладно. Хрен с ним. Ну что, вроде бы как все мои бойцы готовы. Краса мне до сих пор не дает покоя. Только лишь из-за своей брони вот этой слабенькой. Будет очень быстро падать она. Ладно, давайте все-таки сделаем, как я и хотел. Иди сюда. А ты у меня краса, пойдешь. Снимай с себя весь балахом. Нет, эта броня мне не нужна. А вот колечко сниму, пожалуй. Ну и амулетик. Все. Пускай она у меня идет тренируется. Эту девочку мы с вами сейчас приоденем. Так, где у меня броня? Вот так вот. Давайте дальше. Что там у нас идет? Ну это понятно. Кольца, амулеты. Какой посох-то стоял, я уже забыл. По-моему, отхиливающий, да? Так, где у нас тут? Желтые. Ага, вот. Вот этот у меня посох был. И теперь кольцо. Кольцо, кольцо. Вот колечко. Кольцо у нас на ворот. И амулет. Сила магии. Да, мы, наверное, поставим этот. Хотя, нет. Пускай будет у нас на силу магии стоять. А этот у нас на 51 уровень не подходит. Да, не подходит никак. Ну что же, в принципе, Ирина. Так ее звать. Пятизвездочная. Сейчас у меня дохилится. И мы с вами рванем. Рванем, что есть ноги. И покараем, надеюсь, этого чувачка, который два раза подряд меня тут уделал. Ну, давай, 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 родная. Как можно скорее. Мы все ждем только тебя. 23 часа 47 минут будет изготавливаться у меня меч. Это, ну, как я и говорил, сутки. Тем временем Иришка у меня практически вот-вот все восстановилась. Возвращаем ее. И отправляемся с вами на карту. Дестройер, да? Да, да, да. Это именно он. Ну, теперь я его в два раза превышаю по мощам. Не могу я проиграть ни в коем случае. Так, понеслась. Моя заморозочка. Да ну, хорош. Да не может быть, чтобы я опять проиграл, а? Так, отлично. Бойца уронили. Но он прорвался. Так, я двух магов положил. И... И, 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 ребята. Все. Все, вот чего я, в принципе, и добивался. Вот так вот. 99 тысяч моих. Нечего, как говорится, жлобиться. Ну что же, давайте отправим их на отхил. Я получил прогресс. Сейчас заберем сундучок с вами. И посмотрим, что из него выпадет. Блин, вот вы представьте, да? Какую нужно армию собрать, укрепить только ради двух фиолов. А когда вся армия фиолетов, конечно, там шансов вообще нет на победу. Ну что ж, давайте вскрывать и посмотрим, что выпадет. Ага, пончик какой-то. Это, ребята, для поваров. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, насколько хорош этот пончик. Так, вот, у этого ничего нету. 16 уровень, по-моему, как раз для него. Ну-ка. Да, ребят, как будто он его и ждал. Шикарно все вышло. Отлично просто. Ну что же, мы теперь с вами будем делать. Я думаю, наверное, сходить еще разок на карту. Может быть, кого-нибудь поискать. У нас 711 тысяч золота. Как говорится, немножечко подкопить. Ну вот. Давайте глянем вот этого паренька. Блин. Мало-мало у меня боевых заклинаний, ребята, осталось. Ну, в принципе, и яблок тоже не очень много. Так что, как говорится, серия подходит, наверное, к своей финальной развязке. И... О-о-о, ребята, да это же вообще просто халява. Заходи, бери и уходи. Даже никаких не будет потерь. Так, как мои там эти войны? О, они все как огурчики. Готовы. Давайте их возвращать. Пока я их возвращаю, этот к тому времени уже поспеет. Так. Иди сюда. Толстячок тоже иди. По линии. По линии заберем. Нечего им здесь валяться. Ну что, давай, родной, по-быренькому отхиливайся. Юлиана и Матвей. Все пятизвездочные. И... Ага. Ну, она понятна. Она полностью раскачана. Поэтому ей там делать нечего. Ну что ж, ребята, давайте нападем. Заберем и уйдем. Так. Тут даже... Даже можно не смотреть. Быстренько мы сейчас с ним разберемся. Хотя, смотрите, три воина, но сопротивляется. Сопротивляется Игорюха. Но не тут-то было. Естественно, рано или поздно он упадет. Все. Маг первый упал. Ну, а у второго, как говорится, нет вариантов. Только прикидываться мертвым. Все. И еще 100 тысяч мы с вами поимели. Итого у меня уже 810 тысяч, ребята. Так. Можно, в принципе, до миллиона докатиться. Ооо. Ну-ка давайте глянем этого. Ага. Вот, ребята, о чем я говорю. 182 тысячи мощей. Весь фиол. Все 55 уровня. Шансов просто никаких. Несмотря на то, что у него очень мало мощи. Вот вы смотрите. Это вам будет показательный бой. Как все здесь быстро разбирается. Чувствуете, да? Преимущество в моих юнитах и вонных. Просто не морщись. Разобрал. Я у него снял чуть-чуть меньше, чем половину. Так что, поэтому я и хочу, ребята, раскачать всех до полтинника. А лучше до 55 уровня. И тоже уже одеться в фиолетовый шмот. Хотя, я видел здесь уже, ребят, 70 уровней. Там, извините меня, за 400 с лишним тысяч мощей. Там такие бизоны, что... Только можно позавидовать. Но я не отчаиваюсь. Времени вала. Дойдем мы и до этих параметров. Единственное, да, что все очень долго здесь, ребята, строится. Извините, по суткам, по неделям. Можно даже так сказать. И от этого очень много тратится времени, теряется. Так, давайте, тем временем мы с вами посмотрим еще кого-нибудь слабенький. Не подойдет. Вот этого, в принципе, можно было бы. Но, я не знаю. У меня тут идет пока отхил. Пока не будут лечиться. Там может много чего измениться. Причем мне надо будет еще мага одного лечить. Так что я, наверное, думаю, ребята, что буду я завершать на этом свою серию. Как говорится, всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующих выпусках. И там уже будем давать всем шороху. А на этом все. Всем пока. И до скорых новых видосиков, ребята. Всем удачи.